К 135-летию Самойла Яковлевича Маршака я прочитаю стихотворение «Дом, который построил Джек». Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в тёмном чулане хранится, в доме которой построил Джек. А это весёлая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в тёмном чулане хранится, в доме которой построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, которая в тёмном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот пёс без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в тёмном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это корова безрогая, легнувшая старого пса без хвоста, который за шиворок треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме которой построил беджет. А это старушка, седая и строгая, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворок треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме которой построил беджет. А это ленивый толстый пастух, который бронится с коровницей строгую, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворок треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме которой построил беджет. Вот два петуха, которые будят того пастуха, который бронится с коровницей строгую, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который за шиворок треплет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме которой построил беджет.